Здорово, это новая передача шоу, как хотите, называйте, как вам по кайфу, короче говоря, на канале КТВ называется Братский стол. Короче, со мной эту передачу шоу, как хотите, называйте, будет вести Руслан Хачмамук. Это основатель, создатель команды КВН, дегендарной команды, утомленной солнцем, это там, где были Миша Галустян, Александр, Ева, все эти миллионеры, остальная команда сейчас где-то что-то там доедает, я не знаю, ну, короче, у них тоже, наверное, все нормально. У них все нормально. А также он делает множество сериалов юмористических и кино, в том числе непосредственно Каха. Короче, если бы не этот человек, то, скорее всего, 50% юмора в стране просто не было бы. Что, сразу к гостю переходим? Да, давай сразу позовем. Значит, мы с Русланом долго выбирали, кого же позвать, кого позвать, выбирали, смотрели туда-сюда, и в итоге решили, что все под рукой. И наш первый гость, Екатерина Нефедова, встречайте! Катя, привет! Привет, брат! Посмотри, как красиво! Здравствуй, старший брат! Здравствуй! Короче, наша передача, знаешь, в чем смысл, название вообще. Все, что мы за этим столом обсуждаем, это все по-братски. И никто не обижается. Никто не обижается. Все. Я объяснил. Или туда. Я объяснил. Шоу «Братский стол». Поехали! Катя, у тебя 500 тысяч подписчиков. 531, попрошу. Откуда они? А это он поделился. Жалко не деньгами, но пускай подписчиками. Не деньгами. Подожди, ну у тебя 531 тысяча подписчиков. По идее, ты должна уже начать зарабатывать. Я за качество, поэтому мы пока выжидаем, выжидаем. Ты что, сейчас хочешь сказать, что ничего не зарабатываешь? Ну, только шабашка. Инстаграм шабашка, это что такое? Нет, с инстаграмом это не связано. О, кстати, а что ты делала до инстаграма? Я работала, не покладая рук и ног. Чьих? Своих, конечно. Тёма, Тёма, я скажу, я очень внимательно изучил инстаграм Кати. Вот, и первое, что мне бросилось, ну, пойду передерну. Короче, я посмотрел, и у него написано официальное лицо ФК Ростова. Ну, очень плохо изучили мой инстаграм. Там просто написано, что я мисс ФК Ростова. А ты лицо ФК Ростов говорила? А что значит официальное лицо? Ты, ну, как бы, на официальных мероприятиях присутствуешь каких-то там, когда ленточки перерезают? Ну, да, так должно было быть. Но? Но немножечко, вас немного сильно наебали. А что пошло не так? Ну, я не знаю, не знаю, может быть, жены приревновали, может быть, еще какие-то... Жены футболистов приревновали? Ну, да, были моменты. А молодые ребята играют, нет? Да, да, молодые. Они все же надо, потому что их разбирают щенками, конечно. Ай, ю-й, смеете. А-ай-я-ут! Это ушел с камень в огород! Ой-ё-й, их разбирает щенками, клянусь. Это просто выраз100. Я тысячу раз наблюдал, когда на трибуне сидят красивые тёлки и просто смотрят футбол и выкладывают в сторис «Сегодня локомотив что-то не так». Как это произошло? Ты была на мероприятии общим с футболистами, и жены спалили тебя, и там что началось? Нет, я просто прослышала такие слухи, что это немного нервирует женщины. Они-то возрастные все более. Возрастные? Конечно, они малышей забрали, а сами над ними ток-ток-ток. Получается, футболисты все дети, что ли, или что? Ну, они все молоденькие такие. Ну, как он не понимает, что, например, вот это, я сейчас не говорю конкретно за кого-то. Да. Вообще, футболист выбирает себе камень, ну, только если она красивая, и всё. Ну, судя... Я с другой стороны... Мой дед сейчас охуеет, отвечаю от такой информации. Мой дед, знаешь, как выбирал жену? Как? Приехал в село в какое-то, ему говорят, это девочка из такой-то семьи, это семья такая. Это такая-то хорошая, уважаемая девочка, порядочная. Тоже, дед говорит, всё, забрал. Шесть раз с ней переспал, четыре из них... Сколько у него детей? Три раза у него дети получились, и всё. Это моя история, вот я бы так... Ты тоже шесть раз переспала с одним... С одним дедом. С одним дедом. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, мне похуй. Короче, я хочу... Девочки, которые приходят искать себе мужей футболистов, они проходят обучение такое где-то. Или они читают это всё, что типа я так... А в сайт такая хуйня, это тут такая хуйня так... Слушай, а на футболисты в основном они только футболом и увлекаются. Поэтому тебе хочешь-не хочешь, чтобы поддерживать с ними какой-то разговор, надо знать о футболе. Хотя вообще... Вообще это гениальная пара футболисты-модель. Это пиздец, тупее пара невозможно придумать, блядь. Кстати, я хочу сказать следующее. Футболисты-модель, это сука, что такое? Я не модель. Можно сказать, Кать? Нет, я не говорю же про тебя сейчас. Я говорю о том, что сейчас... Вот Артём до этого говорил, что... Вот так если посмотреть на инстаграм и футболисты... Вообще на наших футболистов, у них все жены на одну... Вообще вот просто шаблон. Мне даже кажется, что они одеваются одинаково. Да. Как вот в сериале Каха есть гениальная фраза. Такое ощущение, что их одна мать родила. Вот это вот такие губастые... Но дело же не в жены футболистов, а дело в том, что это тюнинг общий. Он сейчас распространенный все под одну гребенку. Губы, нос поменьше, скулы. Сюда вколоть сюда. Я недавно так была удивлена, когда девочка говорит, мне 20 лет. И рассказывает, я тут колола, тут, тут, тут. Ну так вот модно, так молодежно. Окей. Уже с 16 лет на игры юношеских команд приходят девочки, ну там 11 класс, первый курс, 10 класс. На трибуне сидят эти девчонки. Блин, я никогда за молодежкой не следила. Я всегда хотела сразу, все и сразу. А, вот видишь как, ты должна взять пацана в молодежке и дотащить его до этого уровня, понимаешь? А потом... Хочешь быть замужем за генералом, там давай... Я просто, знаешь, как прихожу? Я-то прихожу всегда как на праздник, всегда красиво, это при марафете, но я-то себя как веду. А, нет, о боже, что ты делаешь, господи, слезы там сидела вот так вот. Я-то искренне была. Ха-ха-ха. Правда, я болею, я люблю футбол. Ты болеешь. Скажи, пожалуйста. Карик не подтвердит сейчас. Карик, можно тебе взойти, пожалуйста? Говорят, нефедово болеет. Блин, я не знал, что позовете даже. Ты не предупреждал, что ты его позовешь. Ты сказала, я болею, но это фраза тоже будет. Да, на этой фразе тоже заходит Карик. Сумма метрии раза в день. Аллакин Альфа в плечо неделю. И Линекс для желудка, все бронет. Карик, честно говоря, было скучно. Я Карик. Карик, скажите, в защиту нефедова, секунду перебью. Она раньше была официальным лицом ПК Ростова, теперь она официальное лицо Ольгинская. Это тоже очень круче, потому что я убираю. Каждое утро, там, за твоими девушками, обвините, пожалуйте. Я тебя обожаю. Давайте, может, выпьем, закатим, сидим. Давай, 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 давай. А скажи мне, пожалуйста, вот кто из игроков Ростова тебе больше всех нравится? Как футболист? Как футболист. И почему? Как футболист? Да. Ну, я люблю, как футболиста Шамуродова. Норман, мне нравится сейчас. Охуеть, это кто? Он реально, я не знаю. А за что ты любишь Шамуродова? Наверное, как футболиста, за это. Блин, ну, я не знаю. Головой хорошо забивает. Он правда головой. Сколько раз он забил головой? Много. Ну, он ворота противника, смешно. Я про что, ты подумала, что? А это у него не русская фамилия, он кто по национальности? Он Узбекистан, по-моему. Он Узбекистан. Он по-моему, Узбекистан. Он, по-моему, Узбекистан. Ой, Катя, Катя. Спасибо Богу, что ты есть. Карик, а что вообще это самое? Как твои дела? Как здоровье? Поправился только. Нормально, все? Только поправился, вылечился, пропил курс, не бухал две недели. Ты вчера без гандона засадил меня сразу, прям сразу сходу. Ну, на утро я сам проклинал себя. Такое лечение прошло, уколы в плечо, свечи, все. А что у тебя было? Что у тебя было, кстати? Я никогда в жизни не болела никакими болезнями. Карлиту это амбассадор хламидии в Ростове. Официальное лечение. Амбассадор хламидии. Мы никогда не спали, в отличие от всех моих друзей. Ты обалдел! Отдать твои высоты? Это неправда! Это неправда! Стоп, подожди, не бесись. Это реально, все еще мне пишут, ты ее чпокнул за сандарь. Вы все, отвечаю вам, никто ее не чпоковал, из нас точно. Вот это правда. Еще держимся пока. Это правда, да, это правда. Ну, то есть... Нет, это правда, да. Снял, как я моржаю. Артема! Да! Кать, смотри, вот у Ростова очень непростая финансовая ситуация. Ты можешь в двух словах описать, в чем проблема? Ну, потому что контрольный пакет акций принадлежит администрации Ростовской области. И они не хотят кого-то туда впускать, поэтому спонсоров особо не привлечь. Я знаю, надо пустить лицов ЭКО Ростов администрации Ростовской области. Можешь ли я тоже один вопрос, Катя, задать? Вилкой в глаз или поп-раз? Вилкой в глаз. Все, спасибо. А это что? Вилкой в глаз. Рабочий момент, подожди. Дурак! Смотри, я когда изучал твой Инстаграм, там был такой пост, значит, там была такая фотография, как обычно, ну, я просто констатирую факт. У тебя на странице в Инстаграм обычно идет фотография какая-то такая эротичная, вот, а потом идет какой-то, ну, статус и… Противоречит фотографии, которые… Вообще хуй пойми, почему там этот статус. Нравственный, да, наверное? Нет, ну, просто какая-то пурга, вот, которая… Пурга? Там была, значит, я мечтаю об уважении, любви и… А я не понимаю, а с чего люди взяли, что мое тело, мое дело? С чего люди взяли? Подождите, что голая женщина, она не имеет своего мнения о гражданской позиции и так далее и тому подобное. Я считаю, это абсолютно, ну, как… Это стереотипы, которые заложены у закомплексованных людей, вот и все. В чем проблема? Я могу показать свое тело? Да, беру слово. Причем… А там нет ничего такого, чтобы… Там нет ничего такого, чтобы было видно и постыдно. Да, это красивые фотографии, но они не пошлые, на мой взгляд. Можно в шубе сняться пошло, а можно голой сняться эротично, красиво. Ну, как бы, я считаю так. Поэтому меня очень возмущает этот, вот это вот веяние, вот как ты можешь, ты выкладываешь такие фотографии, и ты мечтаешь. Да, при этом я нравственна, да, при этом я не занимаюсь сексом со всеми подряд и так далее и тому подобное. Я не занимаюсь сексом. Когда у тебя, давай, вот давай вот без пиздежа, честно, я сейчас на тебя не нападаю, отвечаю чисто по-братски. По-братски. У тебя все фотки там голые. Да, да, я объясню, почему. Я выкладываю красивые фотографии, где я разукрашу на разными цветами, красками там или спортивные, и у меня, допустим, 20 тысяч лайков. А потом я выкладываю голые, где 95 тысяч. И я понимаю, что инстаграм это публичная страница, ну, скажем так, и я пытаюсь угодить своим подписчикам, если им это нравится, значит, я на них. Какие твои подписчики, мои подписчики? Я пытаюсь угодить твоим пошлым, развратным мужикам, которые хотят тебя. Отписывайтесь, мужики, вы пошлые, развратные. Вот, поэтому это инстаграм всего-навсего, а так меня сложно раздевать. Кадя, а ничего, что ты вот из-за этих фотографий, вот, женатый мужик живет с женщиной. Вообще, я считаю, что мужик не должен сидеть в инстаграме. Ты что, сейчас нас всех сейчас утром не ставишь? Нет, вы работаете, это другое. А когда мужчина женатый сидит, а тем более на моей странице, где, ну, скажем, да, такое. А для кого тогда это? Для твоих подписчиков, которые не женаты. А, может, они женаты? Ну, меня это не волнует, пускай жены переживают. До недавнего времени я очень переживала за этот факт. Все мои друзья, многие, они женаты. И мы действительно просто общаемся. И я так, домой, нет, подожди, я хочу сказать. Спотела, сними пиджак. Просто, пожалуйста. Домой и так далее, и тому подобное. Спасибо. И из десятерых. Кого этот мужчина имел. Я буду одиннадцатая, которую он не имел. И при этом при всем ненавидеть будут именно меня. Так вот, я не переживала. А ты не думала, что, когда ты постареешь, блядь, у тебя вареник свистнет вот так, ебаный в рот, нахуй, никому не нужно. На пуговице будешь его застегивать, блядь, и ни мужа, ни хуя рядом не будет. Пластика, глитора, братик, существует. Я уже к тому моменту буду богатая и сама буду заказывать. И что? А богатая не отменяет факт? Я буду заказывать себе мальчиков, которым будет все равно что-то. Так вот. У тебя упало. Вареник свистнет. Первый раз возле нефедовой что-то упало. Короче, я скажу свое мнение, она может быть дурацкая, может сейчас все девочки меня будут ненавидеть и скажут, нет, Темочка, это не так. Я уверен, что девчонки выкладывают свои жопы и сиськи не просто так. Они хотят, чтобы их посмотрели, оценили, выбрали, забрали, все. Инстаграм это со временем. Выбрали, забрали, я не отвечаю никому в инстаграме. Нет, ай, ай, не надо в инстаграме. Человек увидел. Вот, например, у меня есть знакомый, они говорят, не Федова, такая там, тут это можно с ней там как-то пообщаться. Нет, вы что? И даю твой номер. Да, мне никто не писал, кстати, ни разу, это неправда. Я, можно я все-таки? Да, мне просто попался на глаза один любопытный момент, я хотел просто его озвучить и спросить, а почему у тебя была такая реакция? Значит, еще раз, фотография какая-то эротическая, и там было написано, я хочу уважения, любви и преданности. Это моя цена, да, я помню, что это такое. Это моя цена, вот. И дальше какой-то мужчина, видимо, пишет, пишет комментарий. Все говоришь, все говоришь, хочу, мечтаю, а на какие жертвы способна сама ты ради цели? Это вообще, я даже... Говоришь, я меч... Извините. Можно перебивать человека? Говоришь, я мечтаю, хочу, чтобы уважение, любовь и забота, преданность и т.д. А на какие жертвы пойдешь сама ради всего этого? Способна отказаться от своих подписчиков, Ростова, видеть родителей раз в несколько месяц и уехать в деревню, где только на УАЗе можно ездить, но при этом у тебя будет муж, дети, семейное счастье? Думаю, что нет. Нет, не думаю, что нет. Я могу ответить сама. Нет, я хочу прочитать, я хочу прочитать твой ответ просто, а потом ты можешь выплеснуть просто все. Я хочу сейчас сказать больше. Ты пишешь, ты пишешь, что там пять букв О, уехать в деревню, рожать детей, пасти коз, с ума вообще сошел, с какой стати я должна это хотеть? Я никогда в своей жизни не была в деревне и не собираюсь, и явно не претендую на деревенского парня. Очнитесь, уважение и доверие, а уважение и деревня, какие параллели, вообще ебнулись. Да, я не понимаю. То есть ты сейчас считаешь, что все кто в деревне, это что, плохо? Я считаю, что это никак не относится к тому, что я хочу. Я вот, знаешь, очень часто после того, как мы выпустили, был выпуск у Артема, где, на чем он ездит, по-моему, я вот сидела сзади и что-то рассказывала. Артем говорит, ну скажи, что вот вы типа с тобой не знакомы. Я езжу и не Федова было. Они боятся, боятся подходить. Ну это правда. А там было тема, я помню, да. Я говорю, есть мальчики, которые боятся подходить к красивым девочкам. И я просто сказала, что не бойтесь подходить, если вы этого хотите. На что они до сих пор, уже прошел год, и они до сих пор мне пишут, ах, вот так вот, а ты говорила, что ты с обычным парнем будешь общаться, встречаться, я тебе пишу, ты мне не отвечаешь. Кто сказал, что я, ну, как сказать, я как бы ничего на себя там не надеваю, ни пуховики, да, ни шубы. Но тем не менее, почему я должна, я что-то делаю для своей жизни, я занимаюсь какими-то делами, я работаю, и так далее, и тому подобное, я слежу за собой, я тренируюсь. Почему я должна идти, на улице Ваня сидит, пьет бутылку пива и говорит, блядь, ты, тварина, проходишь мимо, меркантильная сука, и со мной не хочешь встречаться. Цифр, как циферки. Три к трем, пять к пяти, ну, это так всегда. Почему так? Я хотела уехать за своим парнем в деревню, просто вот в чем проблема. Почему я так реагирую? Я хотела, он прокурор, и он должен был там что-то, я не знаю, два года пожить где-то там в периферии, и, значит, что... Он прокурор, блядь! Он прокурор, и он должен был жить там в периферии. Да, надо было ему страшно работать. Я собиралась, я любила его, после этого никогда. Привору твою любовь, как бы, делал это неоднократно. Я хочу... Правда, так было, да? Да, потому что я сам с деревни. Да не проблема. Смотри, просто ты когда-то так пишешь, многие люди, Жень, свои интонации, они не понимают, как ты... А как можно... А почему мы разбираем? Нет, просто когда ты говоришь... Почему мы разбираем мой ответ? Послушайте, что он пишет, откажись от родителей, не видеть их, уедет, рожай детей, спасибо. Почему ты с прокурором в итоге не поехал объяснить? Потому что... Он не захотел. Он не захотел, да, он сказал, я не могу тебя забыть, ну, типа, да. Господи, какой прокурор. Он не уехал. А деревня была где-то в Италии? Да, конечно. Это только кажется так. На самом деле у меня нет таких ухажеров, и никогда я не купалась в подарках и деньгах. Не было у меня такого. Я люблю содержать, я люблю спонсировать парней. Знаете, что... Что? Блять, подожди, блять! Я хочу сказать! Только дай мне, где ты. Помнишь... Сегодня же ты спонсор Нефёдова. Помнишь это видео в интернет, гениальное, когда я готова работать и содержать парня, и тут же сразу врезка махачкалинец такой стоит, что ты только скажи, где ты. На самом деле момент такой. На самом деле, подожди, скажешь, сохрани мысль сейчас, если получится. Я хочу, подожди, спонсировать парней, ты сказала, когда это было? У тебя было такое, что ты... Да, пять лет. Пять лет было такое. Да, это была моя любовь первая. Я была очень благодарна, потому что во время, ну, как бы операции, он со мной разговаривал по телефону неделю перед операцией. Я была так ему благодарна, что с тех пор, пять лет я тянула его на себе, да. Но я любила его. И тогда я верила в любовь. Вливайся, мой сладкий. Да. Я сегодня вливайся. До сих пор братские подгоны, да? Ты с новой стороны для нас открываешься, что-нибудь, да? Мы раньше тебя по-другому увидим. В Директ мне пишет, вот постоянно тебя, наверное, спонсируй, тебе даю деньги. Это правда-неправда. Я хочу сказать, пожалуйста. Она говорит цитату. Я не смотрел, я не смотрел, я только пись увидел. Так что это, ну все, оказывается, не Федову идет далеко огромная пизда. Со всего количества, ну да, я скажу. Для Карика просто так пизда идет. Со всего большого. Карлик стоит в принципе на Директ, когда смотрит для него, это просто пизда. Ееееееееее, прикольно. А ты, оказывается, содержишь людей. Со всего большого количества вопросов в Инстаграме, в Директ. Тихо, тихо, подождите, подождите, ребята. Это очень важная тема, правда. Огромное, необъятное количество сообщений приходит мне в Директ. И из них всего два было предложения мне спонсирования. Все остальные были, Кать, займи денег, Кать, дай, пожалуйста, денег. Поэтому о каком спонсировании в моей жизни идет речь, если у меня... Покажи, как ты стала, мисс ФК Росток. Никогда мой род не видел ничего подобного. А вот так, а вот так. Ужас. И так тоже. Разве? Да. Да. Ой. Да. А вот так? Никак. Если реально существует реинкарнация к переселению душ, то чья, и вот Катина душа с чьё-то тело переселится, и опять будет пиздец. Да. Почему? Я не знаю. Мне кажется, что это. Я хочу, чтобы просто к женщинам было иное отношение. Вы знаете, честно, все проблемы, я считаю, с из-за доступных мужчинам перестают ухаживать, потому что там льготницы стоят, ей бутылку в рот засунула, а она с тобой поехала. И они перестают... Бутылку в рот засунула! Льготницы! Я первая. Льготницы, это что знаю? Правда, и мужчины потом, как вот про салат Цезаря, я рассказывала вот так вот... А расскажи, а что? Ну, это образная ситуация. Я правда не инослушна. когда ну чаще всего что раньше девочки заказывали салат цезарь нравится и вкусно и бюджетно вроде как и вот они вот так взял положу словами слова и вот он сидит и вот так вот уже а так 270 рублей на что-то доела на быстрее пойдем уже в номер то есть вот так это все происходит сейчас он же еще и плюс покормил он купил салат цезарь и ты хочешь чтоб ты в номер с ним уехал но не я ну не коньяк конечно меня это они делают так у меня всегда такая тема я всегда стараюсь заплатить даже за себя мне очень некомфортно не правда это ей всегда некомфортно мы сколько где гуляли она всегда потом может я заплачу да там счета но его нахуй не не лезь в эту войну блять просто люди которые работают на заводе где-то там женщины неважно девушки для них стаж это пиздец что за слово блять аж блять для тебя 5 лет стажа салата цезаря это блять никогда бы 5 лет стажа семейной жизни я убирала готовила при этом я работала это срок аниста катя у тебя есть образование нет почему нет у нее это слишком скучно она закончила курсы по накрашиванию ресниц я понял с кем ты уедешь дядя кореном в итоге как все ребят я уеду на своем такси эконом-класс сейчас прозвучало артем всегда вызывает мне комфорт плюс мне нравится от него уезжать он бизнес плюс а чтобы от меня уезжать надо приезжать так все завалите значит сейчас прозвучала краеугольная фраза я знаю у Кати есть два образования она сказала я никогда не делала нет вот правда в отличие от Александра честно и такой вопрос вот это кстати всех нас касается за столом вот я просто я задумался я однажды я задумался когда мы подходим знакомиться с девушками нам очень нравится девушкой мы подходим знакомимся пытаемся произвести впечатление и приглашаем на свидание ну девчонки допустим там 25 26 лет вот и мы знакомимся и все вот наступает трепетный момент первого поцелуя карик я понимаю да карик не по работе нельзя тебе по работе нельзя да вот и я знаете поймал себя на какой мысли что никто из нас не задумывается о том что если ей 25 26 лет у нее наверняка уже были какие-то отношения или я думаю и нет 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 она наверняка она же наверняка делами ну наверняка и мы когда и вот в этом и мы об этом даже не задумываемся но подожди то есть вы хотите сказать что вы никогда не целовали девушек кубы наверно мы долго выясняли что понимаешь мы об этом не думал когда это правда вы носители чьих-то я даже поверю что на этого не делать потому что в ростове это потому что западло считается даже для девочек статью надо отдохнуть девчонки они реально мощно они всегда у тебя никогда не была хуйня мне было лет 17 18 мы пошли с пацанами проститутки проститутка потому что то время такое было что чтобы девочка укатать надо было блин но нужны были мозги откуда мозги я блять шмаль курил в 14 лет короче теперь и мы пришли к проституткам и это про меня нет на сосет сосет и себе не показывает она сосет и такой звук ну и хорошо как тогда как ты зарабатываешь на данный момент я помогаю папе римскому как вы дождите как правильно сказать на чему папе или как я ему помогал заболел а сейчас как бы ну вот автосервис и ты ему помогаешь в автосервисе так идем грустную нотку блять извините я не должен материться я не должен мне образ я не матерюсь как ты можешь чем ты можешь помочь автосервису когда папа заболел я резиной покрышкой до катка лировала мужик запаской до того как это случилось как ты на жизнь зарабатывал то там то там вот это уже секретики деньги нет да при чем секс за день подожди никто не говорит что девочки проститутки которые идут шпилиться за бабки не так говорится о том что сейчас есть такая тема что девочки находят себе фраера которые их обеспечивают я никогда не содержал никогда ни разу я очень хочу если кто-то есть пожалуйста напишите дядя коры шанс не видел она заболела так жалко не болеете никогда берегите себя родных и близких и через два часа stories подарки цветы лекарства так как я очень ответственный человек ответственно подошла к себе блять к своему здоровью я мать как полагается блять я проснулась у меня была гнойная ангина и температура гнойная ангина это называется я пишу извините я сегодня не могу приехать на съемку причем съемка была бесплатная но просто я пообещала мне говорят мы не можем найти замену я с температуры 39 приехала на съемку а потом не вот это все сделали наше общество вы друзья мои сладкие да 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 я дал им твой номер это никакая не манипуляция подписчиками это абсолютно я нет это просто типа мне плохо у меня есть знаете уйма на самом деле ситуации истории которые могли бы прям ко мне подписчиков расположить но нет но нет просто выложила stories через два часа когда она выложила стулья в студии появились подарки цветы игрушки мяч еда и таблетки она просто красивая ты сидишь на это что кать скажи вот когда девушка выкладывает фото в купальнике где демонстрирует явно демонстрирует то что у нее прекрасная изумительная фигура и великолепная задница чего она ждет в ответ ничего ставлю можно я хочу обратиться ко всем кто это делал никогда в жизни я лично бы не женился на такой девочке никогда почему это не в твой камень а город камень это не твой камень я знаю на кого ты женился поэтому это не камень я знаю это твоя работа это твоя работа вообще говорю что ни один мужик я урус ну это же так если я зашел увидел что она выложила свою сраку это расход навсегда все это я буду относиться к ней также когда она отнеслась к своей сраке знаете как было я начинала встречаться с мальчиком и он мне так нравился и он мне говорил о моем инстаграме что якобы вот к 10 правильно я говорю я удалила это было единственный она удалила его я удалила фотографии и что я вижу буквально через неделю он ставит лайки такой толсто жопая девушки на ее откровенных фотографиях я не понимаю пускай я заменю тебе все что ты хочешь я буду для тебя инстаграм дива я буду для тебя там кулинарка я буду для тебя ну ты мне нет не делаешь ну я сделаю своему мужу сделаешь конечно для моего мужа будет полный спектр услуг зак сработает вот короче и я решила в тот момент мне было так обидно и неприятно что ну то есть ты пропагандируешь какую-то нравственность а сам это делаешь зачем он говорит ну это просто но ведь я у тебя есть в смысле это просто короче я решила что я буду всем ребята тоже не надо пиздеть мы тоже реагируем на эти фотки и мы когда видим это и сразу западаем ей важно чтобы в инстаграме была какая-то статистика просмотры лайки и все дела для этого она делает и для этого она работает не мешайте ей работать с нами пожалуйста Руслан Вячеславович я волнуюсь о ее будущем она это делает потому что народ на это реагирует как бы ни было но я всегда мечтала встретить мужчину который бы не был в этих рамках стереотипов который был бы не против того чем я занимаюсь а то есть подожди когда ты видео фотографии когда ты найдешь когда ты найдешь мужчину свои мечты ты продолжишь да да ни в коем случае я не пойду на по пятну типа вот все он со мной кто дает гарантии кто дает гарантии потом ты выходишь а тебя покормить грубо говоря некому ты ау я свободна блять подожди подожди это правда давайте честно мы же честно разговаривать давайте вот я тебе рассказываю историю смотри ты начинаешь общаться с парнем и зачастую именно потому что я люблю вот это караи ягненка вот это они маленькие за нихуя себе блядь скажи нахуя вы устриц заказываете я не люблю устрицы ненавижу грибы лисички бюджетные охуеть соберу корзину наберу это я же делаю моя семья занималась просеком это сделала последняя партия была не только таких крутых девочек мажорских всяких я вот и кроме осминога что жрала последний раз я осминога не жрала а что ты там заказываешь всегда только мясо я люблю мясо охуеть как дорого это все извини так вот извини ни хуя себе извини блять 5 500 извини да в шефе в москве стейк 4 500 откуда 5 500 в ростове я потому что не кушаю в шейхе в москве ты говорила что зачем мне мальчики мне я люблю коры ягненка хара ягненка ёбана в рот для вы заебали заходят молодые мальчики ты все обращаешь на них внимание там у вас что-то закручивается какой-то роман и вот здесь начинается вот это их максимализм юношеский удали фотографии ты в меня влюбился причем при этом при всем при фотографиях прямые там не знаю внешности при том что я одевал надевал и так далее там подобно потом начинается удали фотографии перестань так одеваться туда не ходи так не разговаривать ты это все делаешь окей ведь этого он так и увидел а сейчас хочет по-другому да я считаю ты влюбился в меня люби меня не надо меня менять не надо я сама изменюсь я сама не захочу это делать если я буду с настоящим мужчиной ну я такая по крайней мере и вот он начинает меня менять я меняюсь окей а потом просто в какой-то момент он такой лайки начинает ставить мне больно потом он начинает с кем-то переписываться мне больно потому что я слишком прилежная я слишком порядочная я слишком хорошая я услышал одно слово я не могу сальту хочу ибо ночью мужчина должна быть вот так везде и всюду ты должна заниматься тогда ты меня раздел для видео постоянно это делаешь и создал мне такой хорошая девочка и потом он просто вы расстаетесь вы расстаетесь а ты-то от всех отказалась твой телефон потому что на просмотрах от каких-то там своих даже просто приятелей и друзей приятелей друзей да которые много мужчин друзей которые которые потенциально могут прокормить тебя если что я образно я образно говоря тоже это те люди ну то есть пока я не верю в женскую дружбу я не люблю женщин я не дружу девочка ты дружишь я люблю мальчиков очень люблю мне с ними легче наладить как он так слушать вот скажи такой момент вот я например вот я например не верю в дружбу между красивой женщиной нет красивой женщиной и мужчиной знаешь как я тебе объясню вот я не верю я знаю что он хочет присунуть безусловно и это хорошо но если он хочет главное чтоб широкий был простить все и это хорошо этого не было было бы хуже и вот тут такой момент либо он хочет быть рядом с тобой приближенным и тогда он принимает правила моей игры о том что я об этом якобы не знаю он этого не показывает но у меня так либо как бы ну расход у меня были такие ситуации я дружила три года с мальчиком очень хороший он прям вот вот по первому зову какая-то проблема и он приезжал и вот потом что-то у него приезжал и он устал он проявил свои чувства и мы закончили получается ты манипулируешь своими поклонниками влюбленными в тебя они хотят тебя ты держишь их на расстоянии но но кармен даю человеческие человеческие калит аспекты я могу всегда приехать когда и это правда это не просто слова вот там ему было плохо он вообще работает на рынке на рынке ему было плохо не я проснулась нет он работает на рынке он продает тетради и я проснулась я проснулась рано утро и с одного конца города поехала в другой чтобы я другу первую очередь у меня нет гендерных разделе это же братский стол она спонсирует мужчина очень крутой это всегда работает переходить на эту фразу переходить еще я кстати и думал прокатит резко я хочу сказать что кстати карик никогда не предохраняется похлопать ребят вы же мечтаете в этом и когда кстати русик я тебе скажу так и короче у карика есть одна наследственная черта и что нет размеров но говорят что только у одного его имени до волан-де-мор карлита имеет огромный а кстати потенциал девочка сказала что вот так вышло от тебя когда мы были на даче она говорит кто там сказал что это большой это таз который мы пересеклись папе на то что бывшая была на даче мы с ней пересеклись это очень смешная хуйня мы ездим на дачу приезжают девчонки туда-сюда и теперь карик привозит туда девочку и она заходит и он говорит это моя дача она говорит что ты пиздишь я здесь хозяином ну давайте за карика хуй не ну сейчас за у нас то я сейчас у меня есть такое предложение выберем и скажу кое-что не федор спасибо тебе большое кстати знаете что я вам скажу ей будет безумно приятно если вы подпишитесь все на ее инстаграм я знаю это точно она вам будет писать вот выкладывать жопу и писать что-либо не знает границ в эту всю хуйню но жопа будет поэтому а еще иногда она будет становиться на подоконнику в купальнике делать фотку а потом внизу писать доброе утро когда яичница утром жарит в этих в леггинсах обтягивающая срока а я не готовлю я сейчас не за тебя вообще принципе она жарит и готовила завтрак для любви ну это же классно подожди ну прекрати Артем ну классно же мужчина встает мой завтрак ну Артем это твой завтрак а я считаю что это классно а здесь я ищусь а горит блядь да прекрати я считаю что это классно на самом деле каждый мужик и Артем в том числе мечтает вот так заходить в кухню просто посмотри мечтает и чтобы там вот так вот вот в такой позе готовила ему завтрак а почему нет когда два в одном сочетается почему нет я пиздец как мечтаю об этом просто от этой хуйня я для своего любимого приготовила завтрак повернись серьезно а ты можешь так экспронтом показать свой завтрак сейчас всем своим подписчикам давай нефедова еще раз за тебя спасибо что пришла я хотел завтрак посмотреть так надо кушать через два часа уже надо кушать короче ребятки вот такой вот был братский стол это первый выпуск был не знаю кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось не ставьте лайки дизлайки не надо блять иди на хуй колокольчики эта передача будет выходить периодически часто и скорее всего пока у нас будут идеи блять она будет существовать я знаю что сейчас существует огромное количество женщин девушек девочек которые если бы я была на месте нефедовой я бы сказала то я бы сказала это у вас есть прекрасная возможность быть за этим столом напишите в комментариях если ваш комментарий наберет больше всего лайков то вы будете за этим столом я вам обещаю пока 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 обнимем катю напоследок все обнимем дайте я поцелую дай я тебя сзади подержу чтоб не упала дайте я поцелую только в шею Артем а что будут другие девочки в смысле никаких девочек а вторая курица у тебя в машине загорелый красавчик давай сладко отчет налил правда карик ты опять думаешь да конечно я всегда об этом думаю без гандона три минуты как ты любишь и что только не снимай ничего не снимай загорелый красавчик туалет никто не хочет это передастся так я не ем хлеб так все просто то понятно вот всё вот 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 в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! DimaTorzok